Здравствуйте, уважаемые зрители, и добро пожаловать в Казань, столица Татарстана. Рада предложить вашему вниманию очередной матч регулярного чемпионата фонбет континентальной хоккейной лиги «Казанский Акбарс» принимает ярославский локомотив. Ваши комментаторы сегодня Максим Гончаров и Роман Скворцов. Добрый вечер, Максим. Всем добрый вечер, дамы и господа. Переходит из рук в руке. Вратарей особо в деле мы не видим. Мбут встречается в центр, идет в обводку, но тут же могучее плечо Журавлева оказывается на пути нападающего. Бросок, гол! А вот так Аверин принял решение со стрейшего угла запустить шайбу на удачу в сторону ворот, а она возьми и зайди, Егор. Аверин открывает счет в этой встрече, задавая ей интересное направление. Кажется, нам прилетит за то, что мы слишком рано начали хвалить вратарей сегодня. Да. Вообще, в целом, хочу отметить, что отвыкли мы от этой картинки из таких стадионов маленьких. Да, в погоню за Сергеем Мазякиным в списке лучших бомбардиров за всю историю континентальной хоккейной лиги. Сегодня, как и в Магнитогорске, а тем временем 2-0. И Андронов, пожалуйста, что мы говорили? Кто лучше всех играет под воротами в Ярославском локомотиве? Конечно, Сергей Андронов. 2-0 к излету. В четвертой минуте этот матч для Мефтахова как-то с самого начала не задался. Но локомотив явно заслуживает пока вот эти оба гола, потому что оно очень давит казанцев. Проблемы у Акбарса с выходом из зоны, как мы видим. Все шайбы остаются внутри. И за это время 12 попыток. Соперника нейтрализовали. А вот 13-я. Может быть. Опернулся к неприятностями Герман. Там, ну, кастерка, ближний угол. Не самая сложная задачка для него. Каюмов придает дополнительное ускорение. Аккуратно придает. Ох, Мефтахов! А вот это уже спасение для комсомольской правды. Для ее фотокорреспондентов. Эффектным спасением Мефтахов отправил нас на рекламную паузу. И сейчас снова угрожали его воротам ярославцы. Но хуже выручил там от шайбы подальше. Но завладеть ей не удалось. Юдин теперь на все деньги подключается. Пробует ему Семенов доставить на пятака в итоге. А в итоге Кошелев. Ну а кто, если не он? Здесь здорово Юдин. Сейчас покажет, подключился. Увел с собой защитника. Не совсем, может быть, правильная игра клюшкой от вратаря. Но там тоже, понимаешь, рикошет немножечко Исаева дезориентировал. Попадает в конек Береглазову. Продолжают казанца атаковать. Судя ручку там Войнов с барбером разыграл. Обзор перспектив. Куда двигать шайбу дальше. И в итоге прошла она под крюком его клюшки. И доставляют. Входят ярославцы в зону. Шалунов переправляет на ближний борт. Гернат под бросок Березкину. И тот просто пулю засылает мимо Мефтахова. Да, шикарный бросок схода получился. Честно говоря, даже не догадывался о наличии в арсенале Березкина такого броска. Но тут он все продемонстрировал в лучшем виде. Гернат удобнейшую передачу отдал, после которой бросай не хочу. А у Березкина желание было и попал. Вот как здорово. Вот так же может быть встряхнуться. А так все все прекрасно понимают. Правда, как и понимают, что важнейшие матчи будут играться в партиях. Ну, статистика, которая вот эта. Которая немногое нам скажет. Барбер! И супер спасение от Исаева, который и сам, наверное, был какое-то время удивлен. Почему, собственно, соперник продолжает наседать на его ворота. Инию Барбер принимает. Пытается поставить корпус. Но Гернат так просто себя продавить не позволяет. Правда, пришлось ему оседлать ворот. Шипачев набит так. Опять пространство. Ему не хватает. Барбер хорош. И Герната на ворот посадил. И в направлении Шипачеву передачу. Изобрел. А вот тут уже Мифтахову приходится. Не просто Полунин посылает его в нокаут. Не упал неудачно. То ли еще что-то произошло. В общем, достаточно долго приходил в себя. Тут проблема в том, что Абсолют не ждал этого удара со стороны Полунина. Не видел. Поехал занимать позицию согласно плану. И так жестами показывал. А ну-ка. А ведь, смотри-ка, чуть не помогло. Именно Лукоянов оказался на дальней штанге. И вполне мог сейчас. Локомотиву с сигналом к отступлению. Ох, как Герната обокрали на синей линии. Сафонов. О-о-о-о. Если бы прошло, это было бы место в составе Ярослава Лихачева. Сегодня отдали именно ему. Вот еще выход. Шипачев на паузе, но Исаев говорит, нет, Вадим, я так понимаю, на пятаке. Да, это он. Бросок по воротам. Неточно. Шайба Уюдина. Поднимает ее на синюю линию. Перевод. Бросок. Подставление. Гол. Немеркнущая классика. Работа с Кириллом Семеновым на пятаке не пропала даром. А что там, поздравляют снова Кошелева, что ли? А не разберись. Хорошая расстановка у казанцев. Тут слава воинов. Молодец. Извинился перед соперником. А вот момент. Паузу берет Кошелев. Опять же, обострили Дыняк на неудобную. Снова Абысаева разбивается в сопернику. И так тяжеловато начинают казанцы двигаться. Некоторые уже даже на прямых ногах. Штанга после броска Каюмова. Привет. И Мифтахов его принимает. Парпер напугал Переглазова своим появлением в зеркалах заднего вида. Но не более того. О, закончился второй период. Максим, пока что ваша шайба является победной. Давай про нее, наверное, спрошу, как она случилась. Да здорово в зону вошли. Хорошую передачу дали. И меня по сходу выкатили. Я просто не раздумывая щелкнул ее в сторону рот. И она зашла. Если говорить про первый период, показалось, что команда вышла одновременно и сконцентрирована. И при этом на таком позитивном немножко расслабоне. В плане того, что многое получалось. Ну да, я считаю, нам и соперник давал играть в хоккей. И передач много моментов создавали. Но могли еще больше забивать. А если говорить про второй период, наверное, моментов больше у хозяев было. Да, хозяева добавили. Считаю, где-то, может, мы им помогли в этих моментах. Они свою игру сыграли. Но еще третий период, я считаю, нужно добавлять и играть в зоне атаки. И тут очень любопытно, на самом деле, как команды будут строить игру. Потому что Локомотив здорово начал. Опять же, на фоне. Опа, момент. И Березкин прощает. Матчи между Акбарсом и Локомотивом. 3-2 ярославцы по-прежнему впереди. Действительно, так осторожно идет игра. Но тут все взрывается после паузы. Великолепный перевод Полунина на Красковского. И снова минус 2. У Казани эта пауза определенно пошла ярославцам на пользу. Да, вот мы видели вот этот хоккей притирочный в начале периода. И Локомотив забил первый. И стряхнуть партнеров что-то сказать, крикнуть на лавке. Что времени не так много остается. Березкин тут едва не заставил кричать в свою лавку. Никулин. Первый на бортову. Влетает в борт. Уже не имел возможности себя защитить. Вот здесь, оббегая Лямкина. Роль. На позиции стрелка Тисанов расположился. Ничего себе, жестко. Мефтахов выдает передачу под чужую синюю. Семенов. Двужильный. Он в этот раз не забросил. А что здесь? Шулунов. Перебрасывает соперника на синей линии. 2 в 1. Выбегают ярославцы за счет партнера. Под расследованием ледяной дождь, которым на торможении. Доставляют на пятак. И вот то, о чем мы говорили. Два момента. Убой не ших. Но Исаев снова. А вот как-то шайба, казаться, забыли. Штанга. Штанга и еще рикошет от конька. Шипачев. На пятак приходит шайба. Подтушить соперника и кровь из носу забросит шайбу в пустые ворота ярославца. Их вполне себе устраивает. Текущий результат. Котелевский. Бросок. Ну вот, пожалуйста, три момента казанцы создали. С пятака. Но Исаев не позволил себя пробить. А значит, таких моментов нужно было создавать казанцам. Ну, как минимум. В два раза больше. Игорь Валерьевич, поздравляем с победой. Думается, результатом довольны. Что скажете по качеству игры? Ну, по качеству нет, конечно. Очень много моментов казанцы создала. Притом, скажем так, мы в этом прямое участие принимали. Ну, время есть, подкорректируем. А ваша команда держала третью победу после трех поражений. За счет чего это удалось? И правда ли, что была какая-то определенная нагрузка перед плывом физически, имеется в виду? Ну, мы нагрузку весь сезон поддерживаем. Поэтому здесь я не думаю, что... Там просто график такой был непростой. Наслоение. Поэтому все в одинаковых условиях думают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова